С большим успехом в Тверском ККЗ «Панорама» прошел открытый чемпионат Верхневолжья по бодибилдингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов, в том числе и самые юные. А география турнира была представлена самыми разными регионами России. От северных до южных, а кроме того, зарубежными государствами. Архангельск и Нижегородчина, Брянск, Калуга, обе столицы, ну и конечно Верхневолжья. Около семи месяцев спортсменов из самых разных субъектов России прибыли в Тверскую область, чтобы побороться за победу в открытом чемпионате нашего региона. Были даже участники из-за рубежа, из Донецкой Республики и Белоруссии. Как, например, минчанка Виктория Петрович. Девушка выступала в категории фитнес, которая все-таки отличается от чистого бодибилдинга. Бодибилдинг это уже более тяжелая категория. Это более мышечная, это уже работа с большими весами. А фитнес это помягче, более лайтовое. Поэтому вот для девушек это очень подходит. Нынешний чемпионат проходил накануне праздника Великой Победы. Что отметил руководитель постоянного комитета по экономике и предпринимательству ЗАГС Собрания Олег Лебедев, передавший приветственное слово от областного парламента. Замечательно, что вы посвящаете этот турнир 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Хотелось бы, чтобы наши молодежи, наши подрастающие поколения всегда помнили. Показательно, что на чемпионат в Тверь приехал президент Всероссийской Федерации. Александр Вишневский отметил, что с приходом нового руководства в региональную федерацию этот вид спорта начал особенно динамично развиваться в Верхневоложье. Спасибо Станиславу Бржевскому за организацию. Станислав лишь год назад возглавил федерацию бодибилдинга Тверской области и уже проводит второй турнир, причем проводит его снова на высоте, на высоком уровне. О высоком уровне Тверского чемпионата говорит и тот факт, что в это же время в подмосковной Дубне проходил турнир аналогичного, казалось бы, уровня. Однако многие спортсмены предпочли все-таки приехать именно в Верхневоложье. Наш турнир любят, знают. И плюс всем очень интересно побывать на нашей площадке, в киноконцертном зале «Панорама». Потому что все спортсмены, которые приехали, конечно, они были удивлены и шокированы. Здесь есть и гостиница, и ресторан, и концертный зал. То есть все сосредоточены в одном месте, никуда ехать не надо. Поэтому это большой резонанс, и всем очень нравится это. Что касается итогов турнира, то всего было разыграно 19 комплектов наград. Хозяева, как и положено, выступили очень успешно, взяв 6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали. В частности, в категории «Боди-фитнес» первенствовала член национальной сборной Елена Редина. Золото и серебро в двух категориях «Пляжный бодибилдинг» увез к себе вышний волочок Александр Скобелев. Жанна Дрожина стала лучшей в номинации «Фитнес-бикини-дебют» в абсолютной категории. Еще одним триумфатором чемпионата стала тверичанка Екатерина Альбищенко, которая победила в номинации «Фит-модель». Что касается представителей других регионов, то можно выделить победу в категории «Велднес-фитнес» Ольги Федоровой из Архангельска, а также представителя «Нижегорочины» Алексея Ивонина, который стал лучшим пляжным бодибилдером.